На днях в рамках подготовки личного состава в условиях чрезвычайной ситуации на территории Артёмовского городского округа проведены масштабные учения среди всех подразделений органов внутренних дел и тренировка элементов обезвреживания при обнаружении подозрительных взрывных устройств. В рамках проведения мероприятия отработаны действия по предотвращению опасных ситуаций на территории Артёмовского городского округа. В связи с этим было проведено построение всех структурных подразделений МВД по Артёмовскому городскому округу. Это и ГИБДД, и ППС, и ДПС, участковый отдел и другие структуры. Всем подразделениям было поставлено задание по предотвращению всех возможных нарушений, как административных, так и криминальных, в рамках провандимого мероприятия и задержанию лиц, которые каким-либо образом причастны к преступлениям. Мероприятие началось, и поэтому все сотрудники имели с собой рюкзаки, в которых были и аптечка, и карта Артёмовского района, и документы. Каждому отряду было дано определенное задание, которое соответствовало особенностям работы подразделения. Все командиры доложили о готовности сотрудников и сообщили, на что именно надо обратить особое внимание. Затем начальники всех структурных ведомств собрались в отделе полиции Артёмовского городского округа у заместителя начальника ГУВД по Артёмовскому городскому округу Николая Оленикова. Высказали свои мнения, рассказали о недочетах, которые надо отметить и внести в общее положение. Все мнения были выслушаны и принято следующее решение. Выслушав ваши предложения, я решил, основные усилия отдела внутренних дел в Артёмовскому району сосредоточить на следующих направлениях деятельности. Это первое, локализовать район проведения специальной операции. Второе, усилить мероприятие по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в жилом секторе и массовых предбывания граждан. Третье, провести оперативно-развестные мероприятия с целью установления преступников и возможных их пособников. Четвертое, обеспечить взаимодействие и обмен оперативной информацией с представителями взаимодействующих ведомств. Пятое, при необходимости информировать население о происходящих событиях. Шестое, произнести разбор с доставленными и задержанными гражданами. Время готовности к проведению операции 11 часов 40-50 минут. Ответственность за проведение этой специальной операции в Артёмовском городском округе было возложено на начальника ОВД по городу Артёмовский Андрея Олькова. При этом следовало обратить особое внимание на соблюдение всеми сотрудниками мер личной безопасности и по возможности оградить граждан города от непредвиденных ситуаций, которые могут произойти в ходе учений. Особенно запомнилось мероприятие, которое проходило в районе улицы Первомайской по обезвреживанию взрывного устройства. Сотрудники сапёрной группы в касках, бронежилетах со специальным оборудованием проводили разминирование. Был отцеплён периметр, выставлены посты наблюдения. Надо сказать, всё проходило, как в настоящем боевике. Все сотрудники работали дружно, слаженно. Каждый делал свою работу, которая сейчас отрабатывалась на практике. И вот, наконец, бомба или взрывное устройство благополучно обезврежено, и никто в ходе операции не пострадал. Мероприятие завершилось, все сотрудники показали то, чему они учились, тренировались. А вот какие результаты были достигнуты, поделился с нами заместитель начальника полиции ОМВД России по Артёмовскому городскому округу Виктор Игошев. Сегодня в рамках подготовки личного состава к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств на территории Артёмовского района проведено занятие с личным составом и тренировка элементов группировки. По действиям при обнаружении подозрительного взрывного устройства на подстанции ТП-202, расположенной возле улицы Первомайская. В рамках данных проведения мероприятия проведены занятия с личным составом, отработана расстановка сил и средств по действиям при условиях чрезвычайных ситуаций. По результатам проведенных мероприятий действия органов внутренних дел, считаю, были удовлетворительными, занятия проведены успешно.